Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. Научные программы для решения актуальных проблем. В Сколково прошла вторая международная конференция по созданию центров науки. И поучиться, и отдохнуть. В Яльчике заработала летняя школа Казанского федерального университета. В начале нашего выпуска обзор новостей науки. Британские ученые полагают, что если сидеть меньше трех часов в день, можно продлить жизнь на два года. Кроме того, по мнению исследователей, сократив время просмотра телевизора до двух часов в день, можно прожить еще на полтора года больше. Финские ученые впервые записали звуки, которые иногда сопровождают полярное сияние. Их источник оказался расположен на высоте 70 метров, гораздо ниже, чем верхний слой атмосферы, где возникает само свечение. По предварительным данным, хлопки могут вызывать заряженные частицы солнечного ветра. Перуанские археологи обнаружили неизвестную со времен Инка в дорогу в Мачу-Пикчу. В стороне от основного пути обнаружился альтернативный участок длиной в 4 километра и средней шириной в 1,7 метра. Дорога снабжена подпорными стенками, сливными каналами, опорами, наблюдательными пунктами и тоннелем со ступенями. Научные программы для решения актуальных проблем. В Сколково прошла вторая международная конференция по созданию центров науки. Инициатор проекта — Сколковский институт науки и технологий. Все подробности у нашего корреспондента. Основная цель конференции — подвести итоги первого раунда конкурса по созданию центров науки, инноваций и образования. Этой весной в конкурсе участвовали более 100 научных коллективов, 350 российских и зарубежных университетов. Мы рассчитываем, что те модели, которые Сколково предлагает и отрабатывает, что они будут в случае их успеха активно распространяться в других вузах, в других институтах. Поэтому для нас особенно важно, что все свои проекты, Сколковский институт реализует в сотрудничестве с российскими вузами. Имена победителей конкурса прессе разглашать не стали. Удалось выяснить, что в проекте будут участвовать лидеры промышленности. Среди них «Росатом» и «Газпромнефть». Если мы начинаем переговоры с кем-то, мы, соответственно, до полного их завершения, мы не можем вам ничего сказать. Опять же, если переговоры с кем-то будут неудачными, что, в принципе, тоже возможно, по какой-то причине, как одна из сторон не согласна с условиями, которые мы продвигаем. Потому что у нас не конкурс, мы создаем исследовательские центры. Значит, если по какой-то причине одна из сторон не согласна, то, соответственно, следующая команда в списке поднимается, и с ней начинается переговор. «Сколтех» — Сколковский институт науки и технологий — тоже инновация. Его создали в прошлом году участники технологического института Массачусетса. В этом году «Сколтех» набрал пилотную группу из 21 человека. Студенты будут обучаться по магистрской программе. «Нас привлекло то, что в России уже существуют фантастические исследовательские традиции. И здесь потрясающие студенты. Это для нас очень важно». Иностранные делегаты отметили, что сотрудничество с Россией должно принести плоды в научной деятельности и производстве. Кроме того, отметили, собравшиеся здесь не идёт речь о политике. И это шаг к международному научному партнёрству. Ольга Афонина, Никита Завада, Сергей Бойко. Телеканал «Просвещение». В продолжении нашего выпуска – обзор новостей Высшей школы страны. Специалисты Гидрометеорологического университета России вылетели в Крымск. Петербургские учёные будут участвовать в установлении причин и обстоятельств стихийного бедствия. Арктический плавучий университет подходит к берегам Архангельска. Команда готовится к прибытию в родной город и делает последние научные замеры в водах Белого моря. Плавучий университет прошёл все испытания вечной мерзлоты, северных морей и теперь по праву может называться арктическим. Именно это имя будет носить проект Северного Арктического Федерального Университета, Севгидромета и Российской Академии Наук. Академический хор студентов Уральского Федерального Университета завершил череду блестящих выступлений на музыкальных фестивалях в Европе. Участие хора «Урфу» под управлением Светланы Долмниковской принесло коллективу абсолютную победу в пятом международном хоровом фольклорном фестивале в Риме. Ребята стали лучшими среди 12 хоровых коллективов из Италии, Венесуэлы и России. Абитурентов этого года ожидает не самая оптимистичная новость. Цены на обучение резко взлетят. Ранее стоимость для студентов-контрактников была значительно меньше той, которую перечисляет государство за каждого бюджетника. Теперь, согласно постановлению правительства, ВУЗ будет обязан устанавливать одинаковую стоимость и для контрактников, и для бюджетников. О том, какая специальность университета в итоге окажется самой дорогой, в следующем сюжете. Июнь для абитуриента – самый напряженный месяц. Нужно как можно лучше сдать все экзамены, чтобы поступить в престижный ВУЗ. Учиться на бюджетной основе – главная цель большинства студентов. Стремление попасть на бюджет у абитуриентов этого года удвоится. Все дело в том, что в 2012-м всех обучающихся на коммерческой основе ждет резкий взлет цен. Существенные изменения произошли не только в УГТУ, но и во всех ВУЗах страны. Увеличились цены. Это связано с тем, что ценность распускает Министерство образования и науки Российской Федерации. Ниже которой ВУЗ не может устанавливать свою цену. Если стоимость обучения по направлению экономика поднимется всего на 4 тысячи, за год придется заплатить 60 тысяч рублей, то все, кто захочет получить диплом факультета информационных технологий, вынужден будет выложить в 2,5 раза больше, чем студенты прошлых лет. Теперь это уже не 43 тысячи в год, а все 112. Ровно столько перечисляет государство за каждого бюджетника. Вроде как бы да, это плохо, это бьет по карману. С другой стороны, сейчас студенты не потребляют образовательных услуг в том качестве, в котором нам, преподавателям, хотелось бы. Мы надеемся, что возможно, хотя бы для контрактников это повышение цен заставит их больше ценить и учиться лучше. С нового учебного года в УГТУ появится три новых направления. Документоведение и архивоведение только на коммерческой основе землеустройства и кадастры, здесь 25 бюджетных мест, и экология и природопользование, на котором смогут обучаться бесплатно лишь 8 студентов. Свои изменения есть и в Горно-нефтяном колледже. По сравнению с прошлым годом, в этом году по специальностям добавили еще по 5 мест. То есть, если в прошлом году было 25 бюджетных мест по каждой специальности технической, то в этом году по 30. В лесном колледже впервые появились направления водоснабжения и водоотведения, а также архивоведения. На них без оплаты смогут учиться 60 студентов. В остальном все как прежде. С каждым годом требования к абитуриентам растут. Проходной балл Ухтинского вуза становится все выше. Это происходит еще и за счет приезжих студентов. Уже в этом году сотрудники приемной комиссии зарегистрировали заявления от школьников из Вологды, Устюга, Архангельска и Котласа. Остается пожелать ухтинцам, абитуриентам следующих лет более ответственно отнестись к экзаменам ЕГЭ. Отдохнуть от шумного города и набраться сил и энергии на весь последующий год. Такое удовольствие возможно на учебно-оздоровительной базе Казанского федерального университета Яльчик. Она расположена вблизи самого большого озера в Мариэл. О работе летней школы КФУ рассказывает Алия Шарафуддинова. Первый заезд в лагерь состоялся 16 июня. В данный момент здесь работает летняя профильная школа КФУ «Квант». Вот уже 41-й год она собирает одаренных детей, интеллектуальную элиту среди школьников Татарстана. Всего их 150 человек. Попасть сюда не так уж просто. Нужно как-то себя проявить. То есть обязательно, во-первых, у нас есть малый университет, может быть, это во-вторых. Дальше сейчас очень хорошо отлажена система олимпиад республиканских и всяких. Мы берем, вот у нас там участвовало от каждого района хотя бы, да, люди. Там 40-50, мы берем первые там 15-20 и приглашаем. Программа смены насыщенная. Это и регулярные занятия различными видами спорта на свежем воздухе, водные процедуры, лекционные и практические занятия в течение дня. Всего за 18 дней работы лагеря ребята получат дополнительные знания по биологии, физике, лингвистике и математике. Учебная аудитория дети между собой назвали лабораториями. Я лично интересуюсь психологией и как бы собираюсь поступать на психфакт. И поэтому я приехал к вам, чтобы получить дополнительные знания летом. Это же интересно летом учиться, а не бездельничать. Многие из ребят проявили здесь свои таланты. А как же иначе? В программу смены включены КВН, психологические тренинги, мастер-классы, ролевые игры, дебаты, дискотеки и концерты. Недавно дети выбрали даже собственного президента, который будет отвечать за порядок в лагере. Каждый ребенок тут личность и по-своему интересен. Проводятся разные мероприятия. Каждый человек, который что-то умеет, он может научить этому другого человека, образуя свой факультатив. Кружок астрономии, клуб начинающих фотографов – это далеко не весь список дополнительных занятий. Совсем скоро первая смена Яльчика завершит свою работу. Ребята разъедутся по всей республике, но, наверное, навсегда запомнят веселое время, проведенное с друзьями, костры и песни под гитару. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. До встречи! Увидимся, когда наступит наше время!